Новости о происходящем в Украине. Меня зовут Дарья Вершилинка. Здравствуйте. Россия не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Украине, заявил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, известны планы РФ по расшатыванию ситуации в ряде областей. Служба безопасности располагает соответствующими документами. В них подробные сценарии ноябрьских операций, а также расписаны исполнители и бюджеты. СБУ уже проводит следствие, поэтому глава службы отказался раскрывать оперативную информацию. Напомню, СБУ установила уровни террористической угрозы для регионов Украины. Самый высокий, красный, сохраняется в Донецкой и Луганской областях и Автономной республике Крым. Желтый в областях, которые граничат с РФ и оккупированным полуостровом. Один боец погиб, двое ранены в зоне АТО за минувшие сутки. Еще один защитник, ранее получивший ранение, умер в больнице, сообщили в Минобороны. Боевики используют вооружение крупного калибра по всем направлениям. На Донецком по Авдеевке выпустили более 60 мин разного калибра. Возле Семигорья произошло 15-минутное боевое столкновение. На Мариупольском направлении армейцы не раз открывали ответный огонь. По их позициям у Красногоровки и на участке Павла Польширокина боевики применили минометы. Там же работали снайперы. Командование противника проводит целенаправленную политику скрытия потерь в рядах российско-оккупационных войск. На городских кладбищах отводятся специальные участки для захоронения российских военных, тела которых долгое время находились в специально оборудованных хранилищах и признаны неопознанными. В частности, по состоянию на 1 ноября в Моспино на отдельном участке местного кладбища около сотни безымянных захоронений. Там только таблички с номерами. Более двух десятков авто с надписью «Груз-200» пересекли границу с РФ за два с половиной года. Такая цифра из отчетов наблюдателей спецмиссии на Донбассе. Озвучил ее накануне представитель США при организации Даниэль Байер. На заседании Совета ОБСЕ, сообщает Украинформ. Свежий факт. 27 октября в Гуково и Донецке наблюдатели зафиксировали машину для перевозки погибших, которая пересекала границу. Каково реальное количество грузов 200, вывезенных из Украины в Россию, неизвестно, подчеркнул Байер. Посттравматический стресс как результат боевых действий на Востоке. Медики бьют тревогу. Сегодня все больше украинцев подвергаются этому недугу. Импульсивность, бессонница, тревожность, тяга к вредным привычкам. Далеко не полный перечень симптомов. Как кризис и война влияют на здоровье человека и как сохранить хорошее самочувствие в таких условиях. В нашем сюжете. Любые негативные события, особенно военные конфликты, приводят к повышенному напряжению в обществе. В свою очередь, длительное пребывание в состоянии стресса влияет как на психическое, так и на физическое здоровье человека, отмечают психологи. Обостряются существующие болезни и появляются новые. Общественно значимая информация влияет на возникновение психоэмоционального перенапряжения, развитие стресса и его последствий. В виде ряда заболеваний сельдистущества, системы пищеварительной, иммунной системы, организма, онкологических заболеваний. А также на возникновение психических заболеваний, в том числе инвалидизирующих психических расстройств. В группах повышенного риска непосредственные участники событий – это бойцы АТО и их семьи, жители оккупированных территорий, вынужденные переселенцы. Так, по данным Института социологических исследований, 90% жителей неподконтрольных Украине территорий жалуются на симптомы посттравматического стрессового расстройства. У каждого четвертого переселенца подавлены настроения и тревога. Один переезд практически равен пожару. Но когда это вынужденный переезд, когда это делается незапланированно, под давлением, в сжатые сроки, то этот стресс усиливается в разы. Особенно для людей социально незащищенных. Мы помним Чернобыль. Японцы подсчитали, потери здоровья, связанные с этим переселением, эвакуацией населения и стрессом равны влиянию радиационного поражения. Посттравматическое стрессовое расстройство может привести к депрессии и даже самоубийству. Поэтому очень важно вовремя выявить недуг и предпринять соответствующие меры. Смена обстановки, положительные эмоции, новые хобби и увлечения. Не менее важна поддержка родных и близких, отмечают эксперты. А если эти меры не помогли, следует обратиться к специалистам. Сегодня в Украине работают военные психологи и специальные реабилитационные центры. Тамара Каноненко, Евгений Савицкий, UATV. Доработанный правительством ко второму чтению проект госбюджета на следующий год уже в Верховной Раде. В Кабмине утверждают, все расходы главной сметы страны на следующий год подкреплены реальными доходами. Приоритеты – децентрализация, масштабное строительство дорог, закупка лекарств, поддержка фермеров, угольной промышленности, оборонной сферы и культуры. Минимальная зарплата вырастет в два раза, до чуть более 120 долларов. Премьер Владимир Гройсман подчеркнул, деньги на повышение есть. Просит депутатов поддержать документ. Напомню, 20 октября парламент утвердил проект бюджета в первом чтении. Продолжение следует... 242 жалобы бизнеса на власть за последние три месяца. Почти половина из них на налоговую, рассказывают в Совете бизнес-омбудсмена. Болезненные отношения с силовыми структурами, органами местного самоуправления. Вдвое больше жалоб за последний квартал на госкомпании. Из 100 расследований за три последних месяца, больше половины решились в пользу бизнеса. За квартал нам удалось сэкономить бизнесу почти полтора миллиарда гривен. Это в три раза больше, чем во втором квартале. 50% этой суммы составляет достигнутые позитивные результаты по возмещению НДС для бизнеса. Ну а с начала нашей деятельности, с мая 2015 года, общий финансовый результат нашей деятельности достиг почти 5 миллиардов гривен. Канада начала имплементацию соглашения о свободной торговле с Украиной. Проект закона для ратификации уже в парламенте, сообщила министр международной торговли Канады Христа Фриланд. Соглашение назвало доказательством поддержки независимости, суверенитетой и толчком для экономик двух стран. Документ о свободной торговле подписали 11 июля. После его ратификации парламентами стран Канада отменит пошлины на 99,9% украинского импорта. Украина освободит от налогов 86% импорта из Канады. Объем торговли с Канадой достаточно низок и не превышает нескольких сотен миллионов долларов. Это если считать суммарно и экспорт из Украины, и импорт из Канады, который приходит на территорию Украины. Но вместе с тем это не означает, что цифра остается константой и не будет меняться. Отнюдь нет. Украина и Канада интересны друг другу в целом ряде вопросов. И прежде всего, что касается высоких технологий, возможности организации поставок, высоких технологий с территории Канады в Украину. Более того, это все-таки надо воспринимать как такой позитивный сигнал в плане того, что Украина расширяет свои торговые взаимоотношения с Канадой. Книжная кухня, литературная кофейня, благотворительная продажа и сбор книг для детей прифронтовых городов. 16-я международная ярмарка «Мэдвин. Книжный мир» открылась в Киеве. 75 издательств представили громкие новинки осени. Больше расскажет Олеся Гурбек. Студентка Анастасия рассматривает трудные решения Хилари Клинтон. За этой книгой она и пришла на ярмарку. Говорит, в будущем мечтает работать в издательстве. Пока же учится и постоянно следит за новинками и бестселлерами. Меня заинтересовала книга Хилари Клинтон «Трудные решения». Также интересно «Атлант расправил плечи». Я о них много слышала. Мне нравится такой жанр и эти книги рекомендуют известные люди, которые чего-то достигли. Я тоже хочу развиваться, поэтому хочу их купить. На этом стенде представлен ряд лучших мировых бестселлеров на украинском языке. В основном деловая и художественная литература. Она пользуется популярностью среди читателей, говорят представители издательства. Спрос на бестселлеры на украинском языке есть. Некоторые даже приходят и удивляются. Ого, это издано? Никогда такого не было. Крупнейшие наши бестселлеры – это Айн Рэнд. Источник мы перевели. Книга вышла месяц назад. Также «Судьбы и фурии» Лорен Гроф. Одна из последних украинских новинок – артбук «Сундук. Вещи силы». Его издатели называют «национальным достоянием». Интересует он не только украинцев. Здесь и об иконах, и рушниках, вышиванках. Все наши национальные сокровища и наше богатство. Институт литературы выставил на благотворительную продажу свои наработки. Средства собирают на лечение коллеги – исследовательницы американской литературы. Наша сотрудница в полном расцвете научного потенциала. Американистка Елена Дубинина имеет тяжелую болезнь. У нее рак. Средства нужны очень большие. Собираем всем миром. И сейчас решили внести долю, продавая книги. Александра ничего не продает, но тоже проводит благотворительную акцию. На плакате пишет «Подарим книгу детям в зону АТО». Так собирает литературу для прифронтовых городов. Больше всего просят книги по истории Украины. Мы передавали историю украинской независимости. Эта книга была очень популярна и среди взрослых, и среди детей. В прошлом году волонтеры собрали порядка тысячи книг. Надеются, что в этот раз будет не меньше. Выставка длится три дня. Посетители также могут пообщаться с писателями, поэтами и художниками. Олеся Гурбик, Максим Кондратенко, UATV. Это все, о чем успеваем рассказать в этом выпуске. Больше в итоговом.